ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я выхожу из туалета, и ребята, вот эти силовики в этих черненьких масках с дырочками на глазах, бегут. Я стою за этой шваброй и вижу, что это такое происходит. Действительно, методично, комната за комнатой обыскивались, перебирали документы, смотрели литературу, откололи от доски объявлений открыточку с голубем. Очень обрадовались, что нашли некое подтверждение, не знаю, чему, но чему-то, видимо. Этот обыск, он был просто в начале вот этого вот... Еще, знаете, как-то не было даже, наверное, тогда ощущения, что это все падает в какую-то огромную, в огромную черную дыру вниз. Всем привет. Меня зовут Валерия Пастернакова. А меня Саша Привалова. Это подкаст «Дом на каретном», в котором мы рассказываем вам о том, как за свою просветительскую и правозащитную деятельность мемориал последовательно подвергался преследованию и травле. Этот эпизод мы планировали давно и собирались рассказать в нем об обыске, который прошел в здании на каретном 4 марта 2022 года. Но когда мы уже приступили к работе над эпизодом, произошло нечто, нельзя сказать, непредвиденное. Наоборот, наверное, это было вполне ожидаемо. 21 марта этого, 2023 года, 8 сотрудников мемориала проснулись ранним утром от того, что к ним домой пришли с новым обыском. Пришли даже к их родственникам. Они проводили обыск у каждого из них, переворачивая все вверх дном. По рассказам, в некоторых случаях они рылись в личных вещах, которые, ну, точно не могут иметь никакого отношения к делу. Например, в личных фотографиях. После сотрудников мемориала повезли на допрос. Оказалось, что они проходят свидетелями по делу о так называемой реабилитации нацизма. И я говорю так называемой, потому что в контексте современной России эта статья просто стала очередным рычагом осуществления политических репрессий. И опять те же чувства, что и год назад. Дикий страх за коллег, ужас перед неизвестностью, паника, трясущиеся руки. Опять 10 часов стояния на холоде в ожидании, пока последний человек не выйдет из отдела. И безумное облегчение, когда он все-таки выходит. И опять болгарка, с которой силовики подошли к офису мемориала. Может быть, даже та же самая, что и год назад. И все-таки в этом эпизоде мы расскажем вам про события годичной давности, когда 4 марта 2022 года в нашем офисе прошел 14-часовой обыск. Конечно, стоит помнить, что на тот момент так называемое СВО только-только началось, и мы по-прежнему находились в состоянии шока. Утром 4 марта в здании на Каретном было всего несколько сотрудников. Офис к тому моменту уже сильно опустел, так как процесс ликвидации шел уже не первый месяц. Нам удалось поговорить с некоторыми сотрудниками, которые тогда находились в здании. Среди них была исполнительная директора мемориала Елена Жемкова. Ну, это на самом деле совершенно в каком-то смысле обычный день, обычный рабочий день. Директор архива мемориала Алена Козлова. В обыск я просто шла на работу, как обычно. Проходила мимо здания на Малом Каретном и увидела, что вокруг него стоит ОМОН, кажется, милицейские машины. И уборщица Оля. Ну, вроде бы был бы как бы обычный рабочий день. Я пришла пораньше, хотела пораньше уйти. И даже побыстрее как будто бы все закончила. Примерно в 11 утра силовики пришли сначала в офис в Малом Каретном переулке. И я позвонила в дверь на Малом Каретном. Но вот эти люди в форме меня так отодвинули от двери и сказали, что сегодня здесь никто не работает. Силовики не сообщили, откуда они и какова причина обыска. Тогда Алена Козлова отправилась в офис на Каретном ряду. Там пока все было тихо. Но, как оказалось, ненадолго. Они не стучали и не звонили. Они сразу подошли с болгаркой к главному офису и хотели вскрыть дверь. По этой причине сотрудники решили открыть ее сами. И забегают ребята. По голосу я слышу ребят. Кто-то один из них крикнул «Лицом всем в пол!». Я была в шоке. Думаю, это что такое? Думаю, надо быстрее из туалета выйти, а то еще здесь положат прям лицом в пол. И я выхожу из туалета. И ребята вот эти вот, я не знаю, силовики в этих черненьких масках с дырочками на глазах бегут. Я стою за этой шваброй и вижу, что это такое происходит. Один, потом второй прыгают плечиком, чтобы открыть кабинет. Отскакивают, бегут дальше. И я начинаю кричать, я говорю, прекратите ломать двери, здесь никого нету. Кого вы хотите найти? Никого нету. И они спросили сразу, есть ли присутствие здесь Ян Збигневич. Ян Рачинский, председатель правления Международного мемориала. Назвали еще каких-то людей. Мы сказали, что нет, что организация ликвидирована. В офисе сейчас никто не работает, и в офисе никого нет. Но, тем не менее, они сказали, что у них вот ордер на обыск в связи с неким уголовным делом, в результате которого человек, который по уголовному делу проходит, сообщил, что он работал на каком-то из компьютеров мемориала. Уголовное дело, о котором идет речь, — дело активиста Бахрома Хамроева. С ним раньше сотрудничал правозащитный центр «Мемориал». Почему, однако, в таком случае обыск проходил в здании Международного мемориала, который является отдельной организацией, непонятно, никакими нетрудовыми отношениями, ни гонорарными отношениями, ни отношениями волонтера. Мы, Международный мемориал, с Бахромом Хамроевым не связаны. Это можно было очень просто увидеть и доказать прямо сразу, что я и сделала. Когда мы дошли до бухгалтерии, моя коллега это все им в разных, по их запросу все показала. Это даже интересно, как они выстраивают вот эти цепочки обоснований, почему они почти к каждому человеку частному или к каждой организации могут прийти с обыском. Поскольку вы публичная организация, и у вас нет кодовых замков, и к вам может войти любой человек, а значит, вы не можете доказать, что этот человек к вам не приходил и не пользовался вашими компьютерами. Ну, надо сказать, мы публичная организация, у нас всегда открыты двери. И я, конечно, не могу доказать, что, например, этот человек не приходил в наш офис. Может быть, и приходил. К нам вообще приходили. Тогда, вы знаете, наш дом был всегда очень открытым, мемориальский. К нам приходили сотни, даже тысячи людей. Тем временем в здание не пускали адвоката Михаила Бирюкова, хотя сотрудники настаивали на своем праве вызвать адвоката. Нас попросили все наши телефоны положить на стол у вахты, все сумки поставить там же на стол у вахты. Глена Борисовна сказала, что ей нужно связаться с адвокатом, на что старший в этой группе сказал, что адвоката, пожалуйста, вызывайте, но телефоном пользоваться нельзя. И он не обязан предоставлять нам возможность вызова адвоката, поэтому свой телефон нам тоже не даст. И поэтому написать записку, например, и проразить к стеклам, что вызовите адвоката, тоже нельзя. Ну, на вопрос, как же можно связаться с адвокатом? Он сказал, ну, посылайте сигналы через космос. Чудесным образом оказался у нас у дверей, его просто в дверях стеклянных увидела Елена Борисовна, и сказал, он говорит, я вижу своего адвоката, запустите его. Он говорит, нет, мы не запустим. Вы имеете право на адвоката, но мы вам такого права не предоставим. После этого Елена Жемкова все-таки написала на листе бумаги слова «Мемориалу нужен адвокат» и попыталась приложить его к стеклянным дверям, но ее остановили. После этого стекла на входе заклеили картонками, чтобы стоящие снаружи не могли ничего видеть. Сотрудники оказались заперты в здании, как впоследствии оказалось, на ближайшие 14 часов, без связи с внешним миром, без возможности даже сообщить близким, что с ними происходит. Вот что рассказывает Оля про другую сотрудницу «Мемориала», которая тогда оказалась в здании. И она хотела кому-то написать смс, что здесь происходит, как-то сообщить, чтобы была какая-то помощь. А на тот момент уже телефоны у Елены Борисовны и Алены Геннадьевны лежали в поле зрения вот этих вот силовиков. И тогда и ее телефон сказали тоже у нее забрать, чтобы она никому не звонила, ей не разрешали. Она говорит, ну я-то просто хочу себе кофе заказать. Он говорит, вы кофе хотите? Мы вам сейчас закажем кофе. Я думала, они как Степ что ли какой-то. Они на самом деле заказали кофе. Заказали кофе, везли кофе через не главную дверь, а вот которая по кольцу. И говорит, пожалуйста, вот вам кофе. После того, как силовики закрыли здание, изъяли телефоны и не допустили адвоката, они начали обыск. Мы считаем, что действия, которые проводились, незаконны, а мы как раз делали все правильно и законно. Поэтому мы сразу гласно сказали, что из-за того, что... И это была не только моя позиция, это наша общая была позиция, что из-за того, что адвокат не был допущен, и у нас есть основания считать, что в отношении нас могут быть совершены провокации, в частности, могут быть подброшены, какие-то документы или какие-то незаконные вещества, в чём потом нас обвинят, что мы настаиваем на том, что мы должны всё время видеть друг друга. Ну, обыск начался. И сначала, надо сказать, что довольно аккуратно. Действительно, методично комнаты за комнатой обыскивались, перебирали документы, смотрели литературу, откололи от доски объявлений открыточку с голубем. Очень обрадовались, что нашли некое подтверждение, не знаю чему, но чему-то, видимо. Елена Борисовна их одёргивала, требовала, чтобы они себя вели пристойно. Им поперёк же никто никогда не говорит. А здесь им сказали, ведите себя прилично. Мало того, что она на их же уровень не опускалась, она же не разговаривала с ними так же. Это ещё хуже, как бы мужиков этих заводило. Поэтому прямо они скрежетали зубами. Какие-то там женщины их одёргивают. Я была чудовищно рассержена, что мне и очень рассержена на себя в каком-то смысле. Хотя вроде бы мы проходим тренинги, мы готовимся, мы понимаем, как это должно происходить. Но то, что я не смогла добиться участия адвоката, меня это очень тревожило, и меня это очень как бы выводило из себя. Видимо, для силовиков в тот день всё пошло не по плану. Как оказалось, план помещения, который был у них на руках, был рассчитан на здание в 150 квадратных метров, в то время как площадь офиса на Каретном более 1000 квадратных метров. У них, в частности, не было плана нашего помещения. Они потребовали план помещения. Я, конечно, его имела, но отказалась им дать. Поэтому, например, почти час заняло то, что они перерисовывали план помещения со схемы пожарной эвакуации. Ну, это был такой немножко троллинг с моей стороны. Но я решила, ну, если вы так, то и я так. Словики вообще не понимали и не понимают существа работы мемориала. Они что-то там представляли про правозащитную работу, но совершенно не понимали объёмов его историко-просветительской работы. И это было понятно. Ну, и нам тоже одновременно было понятно, что это тяжёлое испытание, но нам нужно держаться. И я могу сказать, что мои коллеги, я знала, что мои коллеги очень мощные люди. Я работаю с ними с некоторыми многие десятилетия. Понимаете? Я знаю их просто не один год. И я знаю, чего они стоят, и какие-то мощные люди. Понимаете? Но так как они себя проявили за эти часы, ну, абсолютно... Слушайте, эти пятеро женщин, они, каждая причём, оказались настолько мощнее и твёрже, чем эти все десятки мужчин. С первых часов обыска снаружи здания стали собираться сотрудники и волонтёры мемориала. Вот что рассказывает волонтёрка мемориала Наталья, которая тогда была там. Да, я была в подвешенном состоянии тогда. Я помню, что была ужасная паника. Конечно, все думали уезжать, не уезжать. Я в том числе. Я приехала просто на каретный, чтобы быть рядом со всеми, потому что в одиночку это тоже очень сложно переживалось. А так плечом к плечу и понимая, что действительно есть люди, которые там внутри, и вообще непонятно, что внутри происходит. Ну и все обсуждают про начало войны и что совсем будет, и как вообще с этим жить, как скоро всё это закончится, и всё такое. То есть это была такая большая группа поддержки, можно сказать. Мы стояли на улице, но потом в какой-то момент нас пустили в подъезд. И мы грелись, соответственно, в подъезде. С каждым часом, понятно, и напряжение нарастало, ну и усталость тоже, потому что больше было полуночи. Но при этом было понятно, что те, кто там остались, они постоят за себя и не знают, что делать. Многие вспоминают гирлянду, которая всё это время горела в одной из комнат. Было такое ощущение, будто там всё ещё остаётся какое-то тепло, словно маячок в кромешной тьме. И всё это время наши сотрудники, они находились рядом. Бегали там в соседний подъезд греться, потому что было жутко холодно. И на самом деле это была такая группа поддержки. Почему нам окна позакрывали? Потому что это очень ободрительно было увидеть, когда там солидарность выражают, что они с нами, они здесь, они ждут, они нас вот так вот поддерживают. Можно представить, как сложно было нашим коллегам, которых заперли в офисе? Психологически было сложно, когда, допустим, они начали смотреть наши газеты, и те, которые у них являлись вроде как компьютерщиками, начали нецензурно выражаться на наши газеты, что это всё ерунда. И вот две наши эти женщины, хрупкие, они вот это всё это держали. у Лены Геннадьевны голос пропал, она и так тихо говорит. У неё почти не слышно было этого голоса, потому что она говорит, у меня от стресса. Она почти вот шёпотом-шёпотом, к ней надо было вот так наклониться, что она говорит. То есть этих людей в работе я видела. Но ведь люди ещё очень проявляются и в несчастье, и в беде, и в опасности. И вот тут случайным образом мы оказались вот в этой самой опасности, в беде, в напряжении. Мы не могли договориться. Нам просто не дали такой возможности. И то, как действовали, причём как себя вели твёрдо как раз те люди, на которых нет грузоответственности, как на мне, как на директоре, и даже как на моей коллеге-директоре архива, а просто обычные сотрудники, обычный человек, убирающий офис, или обычный человек из бухгалтерии, или просто дежурный вахтёр. Насколько твёрдо они себя вели, каждый из них ровно так же потребовал объяснить ему его права и потребовал объяснить, почему он должен сдать телефон, почему он не может делать то или то. Каждый из них требовал выполнения закона. Очевидно, что одной из целей этого обыска было парализовать работу мемориала. И это в какой-то степени действительно удалось, потому что была изъята вся техника. Конечно, была у этого обыска и другая цель — психологическое давление. Они же ведь не просто циничные люди, которые, с одной стороны, понимают, что нарушают закон, понимают, что делают что-то неправильное, несправедливое, но просто выполняют тупо чьи-то приказы. Нет, вы не можете так. Так не работает. Чтобы выполнять вот эту работу, вы должны быть сами убеждены, что вы делаете правильное дело. Поэтому они, конечно, к таким, как мы, они приходят на самом деле в той или иной степени, по-разному, но всё-таки убеждёнными, что они приходят к плохим людям, что мы те люди, которые делают плохое дело. И вот они пришли к нам. И что они видят? Они приходят в огромное помещение, которое, пусть там нет людей, пусть они так получилось, что они, значит, обнаружили пять не очень молодых женщин, больше всего похожих в основном на, там, не знаю, учительниц, приближающихся к пенсии. Но они же увидели, что это огромное помещение, которое наполнено следами, результатами, текущей огромной работой, человеческими судьбами, фотографиями расстрелянных в каких-то комнатах, огромным читальным залом с полками от пола до потолка, книгами памяти, с висящими на стенах фотографиями, лагерными рисунками, с выставкой про суды художников подлинных и там, не знаю, копий, с выставкой о огромной, очень хорошо сделанной выставкой о судьбе женщин в ГУЛАГе, с витринами, с нашими наградами, извините меня, с огромным количеством за эти годы, и это тоже висит, висело на наших стенах, с разного рода благодарностями. Вот что они увидели, понимаете? И это, конечно, не соответствовало их, я думаю, тому образу, к которому они шли. На протяжении долгих-долгих-долгих часов сотрудникам мемориала пришлось следить за действиями силовиков. Конечно, удерживать их поле зрения всё время было попросту невозможно. В один момент, уединившись, кто-то из них расписал стены буквами Z, прямо поверх висевшей там выставки. А кто-то нарисовал на доске ещё одно огромное Z и подписал внизу «Мемориал» — всё. «Мемориал» — через «Е». Потом, правда, исправил ошибку. Конечно, это была попытка не просто опустошить, разрушить, отобрать помещение, но и проникнуть в самое сознание, сломать людей, их веру в себя и в то, что они делают. Некоторым мемориальцам такая ситуация, конечно, кое-что очень сильно напомнила. Мы люди, у которых есть такой, знаете, внутри багаж большого знания про то, как это происходило в 30-е, в 40-е годы, а потом и в диссидентские времена. Наш же архив мемориальский, он же как раз про это, про незаконные репрессии. У нас огромное количество мемуаров и текстов, и разговоров с людьми, а как это происходило, про эти обыски, про вот эти ночные перевороты домов, когда, и, кстати, сказать про то, что мы с вами видим сейчас, когда иногда обыск проходит не для того, чтобы что-то найти, а для того, чтобы деморализовать человека, для того, чтобы привести его в стресс, для того, чтобы усложнить ему жизнь, для того, чтобы таким образом его сломить. Я ужасно, например, боялась, что они сейчас, проводя обыск, будут совершать акты какого-то вандализма, что они будут разбрасывать бумаги. А это же всё человеческие свидетельства, это же всё то, что мы собирали по крупицам. Там есть бумаги у нас, которые требуют реставрации, которые такие хрупкие, которые мы даже посетителям и на выставке не показываем подлинники, потому что подлинники просто могут рассыпаться. Вот у меня страх перед тем, что они могут что-то просто, то, что ценное, исторически ценное, что не могут что-то испортить. У меня, конечно, в этом смысле был очень сильный. Просто не понимаю, как мы будем из этого выходить, как мы с этим справимся всем. Ну вот этот обыск, он был просто в начале вот этого вот… Ещё, знаете, как-то не было даже, наверное, тогда ощущения, что это всё падает в какую-то огромную, в огромную чёрную дыру вниз. Это ещё, наверное, было какое-то ощущение, что это, конечно, очень плохо, но что это, может быть, ещё остановимо, ещё доказуемо, что это ещё движение не вниз, а просто в какую-то плохую сторону, но не в тотальную катастрофу. Закончился обыск только в 2 часа ночи. Всё это время сотрудников и адвокатов не пускали в здание. Снимать и даже говорить по телефону внутри офиса всё это время было нельзя. Что сделали проводившие обыск за эти часы в такой секретности? Написали много букв «З», изъяли несколько жёстких дисков и много типографии. Книг, листовок, плакатов, визиток. Что именно они забрали, мы, находящиеся на улице, не могли увидеть. Колонна силовиков выстроилась так, чтобы загрозить выходивших. Все вещи, изъятые из офиса в тот день, до сих пор не вернули. Бахром Хамроев, по делу которого силовики, по их словам, и проводили обыск, до сих пор находится под арестом. Мемориал считает его политзаключённым. Ну, мы все валились туда и увидели совершенно измученных наших коллег. Это было, на самом деле, какое-то облегчение большое. И облегчение, но увидеть вот все эти надписи «З» и «Мемориал» и «Ну что, в твоих вещах рылись», это тоже вызывало какую-то тревогу такую нависшую. От того, что здесь был кто-то чужой. Ну, конечно, если ты какому-то делу отдал 35 лет своей жизни, то более-менее понятно, что это, наверное, главное дело твоей жизни. И его сейчас у тебя явно начинают разрушать. Я уж не знала тогда, конечно, до какой степени всё будет разрушено. Что не только дело жизни, а страна жизни, да, отношения жизни, очень многие будут разрушены. Этого я, конечно, в тот момент не понимала. Но всё-таки то, что это главное дело твоей жизни, понятно. И очень важно, ты правильно вообще говоря посвятил себя этому делу или нет. А для меня принципиально важно люди, с которыми ты это делаешь. Потому что если окажется, что ты делал дело, но не с людьми правильными, то как-то это крушение. Так вот, эти люди меня совершенно не разочаровали. И те, кто внутри, и те, кто наружу. Вот для меня этот обыск, это скорее было тоже таким... Ну вот позитивная его как бы сторона была скорее вот в чувстве солидарности и ощущении, что ты не один. То есть когда происходит какой-то кромешный, то обратная его сторона в том, что он очень объединяет и даёт ощущение плеча и тепла какого-то, и солидарности. Я думаю, у наших слушателей, так же как и у нас, создалось такое впечатление от рассказов наших собеседников. Несмотря на очевидное превосходство и в количестве, и в силе, и в безнаказанности, куче силовиков в масках не удалось сломить нескольких женщин, запертых в здании без связи, оказавшихся в совершенно беззащитном положении по сравнению с ними. Ни психологическое давление, ни грубость, ни любые другие попытки сломать их не увенчались успехом. И смотря на коллег, нам хочется пожелать всем такой же твёрдости духа, смелости и неуступчивости в своей вере в правду. Потому что когда-нибудь, как бы сложно ни было в это поверить сейчас, правда всё-таки вступит в свои права. А в следующем выпуске мы расскажем вам про другой обыск, который произошёл совсем недавно. На этот раз уже дома у мемориальцев и уже совсем в других условиях. С вами была Валерия Пастернакова и Саша Привалова. Пока!